Неделя спорта В воскресенье в футбольно-легкоатлетическом манеже центрального стадиона завершился первый чемпионат студенческой регбийной лиги Республики Татарстан среди мужских и женских сборных команд высших учебных заведений Республики Татарстан. Заключительный игровой день начался с матчей за третье место, где у женщин встретились Казанский государственный медицинский университет и Кнетукаи. Медикам удалось обыграть довольно сложного соперника со счетом 17-5 и завоевать бронзовые медали. В аналогичном матче у мужчин боролись Кнетукаи и Привовская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Академики сразу взяли игру под свой контроль и лишь изредка могли ошибиться, выиграв матч со счетом 22-10. Самые интересные и яркие матчи, конечно же, ожидали нас в финале. Первая игра состоялась между женскими сборными Казанского федерального университета и Привовской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Финал для Казанского федерального университета оказался непростым. Соперник явно доминировал на поле, что привело к проигрышу в сухую. Эмоции смешанные пока, так скажем, за парней маленько обидно, за девчонок очень рад, поэтому пока нет такого, что все отлично. Что-то хорошо, что-то плохо, смешанное пока. В финальной игре у мужчин встретились Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный аграрный университет. Энергетики и аграрии ввели равный счет до второго тайма, но под конец матча игрокам аграрного удалось совершить пару удачных моментов, что позволило увеличить счет 19-10. Торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнований происходила при участии заместителя министра спорта Республики Халила Хамитовича Шайхуддинова. По итогам двух туров победителями первого чемпионата студенческой рельгийной лиги Республики Татарстан становится мужская сборная Казанского государственного энергетического университета, набрав в общем 32 очка, и женская сборная привоз к Государственной академии физической культуры, спорта и туризма, набрав 34 очка. Женская команда Казанского федерального университета завоевала 30 очков и была в шаге от победы, но как итог заняла второе место. И в течение двух недель мы тренировались, отрабатывали и в манеже бегали, и в зале борьбы, то есть мы тренировались три раза в неделю, и вот, и в принципе мы заняли второе место, я считаю, что это достойный результат, потому что мы проиграли лишь Академию спорта. Ильвина Губайдульна, Софья Чугунова, Неделя спорта. Теперь перейдем к хоккею. 23 ноября во Дворце спорта хоккейный клуб студентов встречался с командой КАИ «Зеланд». Как прошла настолько принципиальная встреча узнаешь в следующем сюжете. Очередная игра наполнила дворец спорта атмосферой студенческого хоккея. 23 ноября состоялся пятый тур первенства КАИ «Хоккейный клуб» из Шайды. На льду команда КАИ «Хоккейный клуб студентов» скрестила в кружке с КАИ «Зеланд». Авиатор является опытной и сыгранной командой, хотя их состав также претерпел некоторые изменения. Однако кадровые перестановки не делали КАИ «Хоккейный клуб» слабее. Матч проходил в быстром темпе, играли от контратак, часто теряя Шайды. Казалось, что командам не хватало времени на подумать и что-то рассчитать. Первый период начался со спокойной игры, где не было доминирующих. Обеим командам удавалось совершать много атак и бросков. Однако во второй половине периода КАИ «Хоккейный клуб» ловили хоккеистов Казанского федерального университета на их ошибках и закатывали шайбы. Так первый период закончился с разгромным счетом 3-0. Провалили первый период, пропустили три шайбы, потом уже начали родину спасать, бежали забивать. Времени не хватило, может, силенок не хватило, а так с полной самодачей сыграли ребята. Претензий нет. Второй период проходил более умеренно. Студенты оборонялись, редко выдвигаясь на контратаке. Начались первые удаления, споры и браки между хоккеистами. Команды забили по одной шайбе и ушли на перерыв. В третьем периоде студенты проявляли свою активность. Набегали на соперника и не давали подступиться к своим воротам. Агрессивная игра обеих команд ярко проявлялась во второй половине третьего периода. Было много удалений и даже травмы. К сожалению, игрок команды студента получил травму плеча, но скоро он восстановится и вернется в строй команды. К концу игры хоккеисты Казанского федерального университета забили вторую шайбу и расслабились, чем и воспользовались в Каизе-Лан. Авиаторы поставили точку в этом матче, сделав финальный счет 2-4. У меня конкретно цель всегда побеждать. Настрой был боевой у команды. В принципе, играет и побеждает всегда только команда. КФУ для нас всегда неудобный и самый, наверное, принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Ильвина Губайдульна, Анастасия Павлова, Неделя спорта. К новостям Казанского федерального переходим. 23 ноября в спортивном комплексе «Бустан» состоялся последний вид спорта-киады первого курса Казанского федерального университета, а именно веселые старты. Какой сборной удалось закрепить свой успех на соревнованиях узнаешь в репортаже Софии Чугуновой. 23 ноября в спортивном комплексе «Бустан» состоялся последний соревновательный день спорта-киады первокурсников. Завершился традиционный турнир веселыми стартами, в которых приняли участие 17 институтов. Каждая команда должна была пройти четыре испытания. Фортбол, спортивная интерпретация старорусской игры с ложкой яйцом, дриблинг и лыжи. Если с тремя дисциплинами все первокурсники еще более-менее не справлялись, то с лыжами хорошо справился только Набережный Членовский институт. Были лыжи, это новый вид испытаний, которым никто почти не тренировался, кроме Набережный Членовский институт, который смог найти эти лыжи и подготовиться. И видно было, что они тренировались, и они были нагло сильнее. Остальные институты не готовились, и было в каких-то моментах очень смешно, когда команда не могла понять, какой ногой двигаться, правой и левой, и получать такие комические моменты. Но это, наоборот, было зрелищно. Болельщики смеялись, поддерживали. Было какой-то азарт и движение. Однако набрать достаточное количество очков для победы удавалось не всем. Кому-то просто не везло, у кого-то все испортили лыжи. Мы собрались в конце октября и собрались в преддверии этого мероприятия два раза. Сложность была в том, что у нас на подготовке не было лыж, а это, я считаю, самое сложное упражнение. Поэтому в упражнении с кружками и страдетками мы сделали все как нужно. Они прошли дистанцию достаточно быстро, но на лыжах немножко не хватило сыгранности, синхронности, которая как раз немножко нам помешала опередить наших соперников, которые были с нами в одном забете. Но в целом я доволен результатом, и самое главное, что наши спортсмены довольны, потому что они получили положительный заряд эмоций и, самое главное, радость. Потому что веселые старцы, поэтому и веселые, что получили веселье, а наши это получили. По окончанию соревнований были подведены итоги спартакиадов большой и малой группы в первом курсе. Малые группы места распределились следующим образом. Третье место у Института экологии и природопользования. Всего в шаге от победы оказался Институт физики, а самым быстрым, ловким и сильным оказался Институт геологии и нефтегазовых технологий. Большой группе почетное третье место занял юридический факультет. Серебряную медаль забрал Институт экономики и управления финансов. Золотую медаль завоевал набережный Челнинский институт Казанского федерального университета. Софья Чугунова, «Неделя спорта». Мы продолжаем программу «Неделя спорта» и будем сейчас говорить о Кубке университета по мини-футболу. И, как всегда, в гостях у меня главный судья соревнований Максим Гаврилов. Макс, тебе большой привет. Привет. Ну что ж, 1-4 финал наконец-таки состоялось, но мы, к сожалению, не можем еще увидеть игру Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Зато мы увидели 26 голов за два матча. Твои комментарии. Да, четвертьфинал у нас, конечно, выдались сверхрезультативными. 26 мячей, но такого, я думаю, никто не ждал. Ну что сказать. В целом, по игре Института управления экономики и финансов и Института фундаментальной медицины и биологии поначалу игра достаточно была равной, но два, наверное, первых гола они сломили биофак, которые получились достаточно такими глупыми. Можно сказать, они сами себе привезли, и это сказалось на их дальнейшей игре. А у экономистов пошла игра, у них практически все залетало. По первому же четвертьфиналу Института физики и инженерного института тут все-таки сказалось, что Институт физики гораздо мастеровитее, опытнее команда. Она полномерно наращивала темп, наращивала преимущество и спокойно держала всю игру под контролем. Даже несмотря на то, что вторая половина закончилась в ничью 3-3, было видно и чувствовалось, что все под контролем у физиков. Поэтому, еще раз повторю, конечно, это шок, что в 26 мячей. Не думаю, что у нас второй день четвертьфинала будет таким результативным. Все-таки изначально в этих первых двух парах четвертьфинала было видно, ну, были понятны, кто фавориты. Собственно, так и сложилось. 10-3, 12-1, все-всем понятно. Физики и экономисты ждут своих соперников по полуфиналу. По поводу соперников по полуфиналу, давай поговорим о паре ИСФН против ИВМИТа. ИСФН – команда, которая еще ни разу не играла на этом турнире, у которой нет игровой практики, можно сказать. ИВМИТ – команда, которая играла только в начале самого турнира и сейчас у них очень долгий перерыв. Да, так уж получилось волю календаря, то, что у нас социально-философски стартует очень поздно, а в Институт вычислительной математики и инструкционных финалов мы играли самую первую игру 1-8 финала. Ну, я не думаю, что это прям отразится на качестве их игры, потому что тренировочный процесс идет. Ну, тренировки-то это одно. Ну, многие ребята еще играют в соревнованиях городского уровня, поэтому у них есть соревновательный опыт. К тому же некоторые участники, они не только занимаются мини-футболом, участвуют в других видах. Так что, в целом, я думаю, они в хорошей физической форме и должна быть хорошая борьба, обоюдно острая, надеюсь. Посмотрим, какую тактику изберут обе команды и кто будет больше атаковать. В целом, я жду, конечно, забитых мячей, но не больше 10. За два матча или за один? Это про институт социально-философских наук и институт вычислительных матчей. Хорошо, да, юрфак, химический институт. Здесь, казалось бы, тоже есть такой явный фаворит, это юридический факультет, но химики, как мы уже не раз говорили, показали себя сплоченным коллективом, опытным, и которые знают, что они могут и знают, чего они хотят, и знают свои силы, знают силы соперника. У юрфака, конечно, хороший сплав опыта и молодости, у них хорошее пополнение за счет студентов первого курса. И вот это как раз-таки тут может им сыграть чуть-чуть в минус, потому что молодежь может завестись, если у них что-то не пойдет, это будут какие-то глупые нарушения, глупые, возможно, глупые карточки. А химики, я повторю, опытная команда, которая просто идет к своей цели, они грамотно обороняются и ищут свой шанс в контракатах. У меня в студии был сегодня Максим Гаврилов, главный судья Кубка Университета по мини-футболу, еще раз тебе больше спасибо, что пришел. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам, зрители, что посмотрели эту программу завтра, 19.30, подключаемся к прямому эфиру Кубка Университета по мини-футболу. Меня зовут Ромблинсков, вы смотрели программу «Неделя спорта», еще увидимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова